Продолжение следует... ...участвовала в разработке этого проекта заявлений. Так вопрос. Почему участвовала в разработке, но не подписала? Ну, во-первых, Мария Захарова, как говорится, на безрыбий Ирак рыба не подписали, хотя бы участвовали, для них это уже хорошо. Хотя бы этим они уже говорят, но Армения не участвовала. Но Аррат Мирзаян понимает прекрасно, не только Аррат Мирзаян, они понимают, что они и так уже в Армении делают очень много недемократических шагов. Это власть. Она скатывается к тоталитаризму и диктатуре. Это власть. Все эти признаки налицо. Мы потом вернемся к этому моменту. Есть предпосылки поднять эту тему. Я правильно поняла? Тоталитаризм и диктатура. Да. Я у себя запишу и вернемся к этому вопросу. Армения к этому скатывается. А вернее уже скатилась. Потому что суды, прокуратура, следаки по сути делают, что хотят. Вернемся к этому вопросу. Сейчас не подписано заявление о принципах обеспечения. Сразу отмечу, не все, поскольку тему поднял. Там есть много порядочных людей. Но система такая стала. Так вот, они понимают, что присоединиться сегодня к этому документу, подписать, это бы означало пройти после всего Запада и Европы, против всего цивилизованного мира, и отдалить от себя все европейские и западные институты. И тогда уже окончательный имидж их агентуры Кремля в народе укрепится уже на 100%. Сейчас он еще не на 100%, но укрепляется. Поэтому, избегая вот этого всего, они и не подписали. Плюс ко всему, это оснащило бы, очень серьезно повлияло бы на наши отношения с Украиной. Очень бы серьезно. Украина сегодня тоже достаточно влиятельной страной в Европе стала. Ее голос слышен по всему миру. И думаю, что Украина бы воспользовалась бы этой ситуацией и нанесла мощный политический удар по команде Николы Пашиняна, лично по Пашиняну. И, во-первых, это наше бы общество не приняло. Да, присоединиться к этому. Значит, по сути, Арат Мирзаян поехал в Советский Союз. Что такое СНГ? СНГ – это страны недоразвитых государств. Но он не просто поехал, он член СНГ. Ну, да, мы члены стран недоразвитых государств. Все эти страны диктаторские, антидемократичные, не с человеческим лицом, с товарно-сырьевой моделью экономики. У нас в СНГ нету цивилизованных стран. В Грузии там нет, Молдовы там нет, Украины там нет. А вся остальная мишура нас абсолютно не интересует. Поэтому, когда Арат Мирзаян едет, считаю, что он поехал в какую-то некую коалицию, которая должна объявить войну Советскому Союзу. Образно, как в Германию поехать. Все равно, что там бы собрались Муссолини, Гитлер, Дуччо. Нет, Дуччо это есть Муссолини, испанский диктатор и так далее. Вот он поехал в эту самую же, где воля народов в этих странах подавляется. Ничего хорошего там нет. Армении надо выходить из этого обезьяньего проекта под названием СНГ. Это реально обезьянный проект, который несет нас в далекое прошлое, ведет нас к безысходности, к осталости. И да, и кстати, на руках всех этих стран, почти всех стран, которые там были, так или иначе, косвенно или напрямую, руки в крови армянского солдата. И туда ехать нельзя. Никакой СНГ, ЯЕС, ЕЭК и так далее. Нам оттуда надо бежать. Нам надо выйти из Кишиневских соглашений по оказанию правовой помощи среди стран СНГ. С Белоруссии нам нужно выйти обязательно. И так далее. Арарат Мирзаян все это понимает. Потому что это был бы удар для Армении ниже пояса. Ну, поэтому, я думаю, механизм был... Раз Арарат Мирзаян принимал в этом участие, тогда... Там кто у нас пресс-секретарь? Аня Валян, да? Да. Вот тогда Аня пусть скажет следующее. Арарат Мирзаян принимал, да, участие, но был против вот этого пункта, да? Но не подписание было? Не-не-не-не-не. Мария Захарова слила Мирзаяна. Я расшифровываю с дипломатической операцией по нашему МИДу. Что сделала Мария Захарова? Вернее, что ей подсказали сделать? Она сама до этого никогда не дойдет. Она сказала, Армения сделала реверанс, но принимала участие в разработке этого документа. То есть, тот пункт, который осуждал Европу-Запад, вмешательство там и так далее, да? Оказание санкционных давлений. Вот все, что в этом документе было. Получается, со слов Марии Захаровой, Арарат Мирзаян тоже принимал в разработке этого текста. Вот что она хочет сказать. Армения с нами. Армения с нами. Просто не могла подписываться, Армению тоже нужно понять. Анечка, вот я тебе говорю. Мария вас слила. Значит, если это неправда, а то, что если Марина сказала, то значит вы там сказали с оговорками. Мы принимаем участие, мы помогаем этот текст разработать совместно с вами, согласовали его, но мы не можем подписать, поймите, у нас такая ситуация, экономика, бабки, Америка, Франция, туда-сюда. Поэтому дайте опровержение, что, например, Арарат Мирзаян, да, принимал участие в разработке документа, но был против принятия документа в такой редакции, и поэтому он отказался. А так, господин, товарищ Мирзаян, получается, что вы текст согласовали, но просто испугались подписывать, но вы были согласны. Вот это Мария Захарова и подбросила нашему обществу. Я хочу просто сказать, Машечка, еще раз хочу сказать, мы тоже иногда умеем читать дипломатический язык, и мы же не Арарат Мирзаян. Продолжаем тему, аналитики считают, в «Спутник Армении» я прочитала интервью с одним из наших аналитиков, наших армянских аналитиков. В любом случае, я приведу эту мысль, и мы попробуем, она мне показалась интересной. Итак, аналитики считают, что шаги армянских властей в направлении европейской ориентации так и остаются половинчатыми, и здесь сдерживающую роль играет экономическое влияние Российской Федерации. Это первый пункт, который я выделила. Далее, с одной стороны, продолжает аналитик, российские пограничники охраняют границы Армении с Ираном и Турцией. С другой, на КПП отныне будут дислоцированы лишь служащие армянской СНБ. Это вторая тема, КПП. И третья, а выйдя из ОДКБ и не получив гарантии НАТО, Армения может стать теневой зоной, где не будет действовать какая-либо система безопасности. Вот так. Ну, понятно, спутник Армении, как всегда, тащит свою... Первая тема, экономическое влияние России тормозит движение Армении в направлении европейской ориентации. Это пока экономическая составляющая. Давайте экономическую послушаем оттуда, потом перейдем уже к вопросам безопасности. Ну, во-первых, давайте, то, что там озвучили... Я у вас как-то на передаче, там, пару месяцев назад, мы показывали таблицы, я, вернее, зачитывал. Вот на 2,5 миллиарда, там, больше 2 миллиардов долларов, это на тот период это было 5 миллиардов. Я хочу, чтобы наше министерство экономики Армении показало, за счет чего вдруг наш товарооборот встал там, как говорит Путин, 7 миллиардов и будем двигаться к 14. Покажите, у нас что увеличилось, какая продукция? Количество потока наших автомобилей с вывозом товара за пределы Армении не увеличилось. То есть, вы подтверждаете эту первую часть? Что? Что Армении, экономическое влияние Российской Федерации продолжает оставаться... В плане контрабанды, да. Ну, что, в плане таком-то или таком-то, это уже второй вопрос. Армения не развивается экономически, послушайте, это бред. То есть, да. Что да? Она зависима экономически. Ну, поэтому я спрашиваю, вопрос зависимости экономической от Российской Федерации. Нету никакой зависимости, я вам говорю, это туфта, спутниковская, гебельская пропаганда на территории Армении. Есть обход санкций. Вот тогда посол России в Армении Копыркин говорит, 5 миллиардов товарооборот. Я в глаза засудил посольству, что это профанация. Из этих 5 миллиардов почти на 2 миллиарда алмазы, золота, бриллианты, каким оба... У нас, послушайте, из 5 миллиардов товарооборот. Вы верите, что армянское население способно закупить на 2 миллиарда долларов алмазы, золота, бриллианты и платину? Конечно, нет. За 10 лет Армения не выкупит все ее население. Если каждый день будет покупать там, не знаю по сколько, по наночастицам, не выкупит. Это все обход санкций. Ничего в Армении не выросло. И расти не может. Что выросло? Хорошо. Производство пива стали больше продавать или больше коньяка? Или что? Или колбасы стали никому не нужной продавать? Что стали мы делать? Я сейчас закончу этот момент. Как у нас растет экономика, если покупательская способность людей ежедневно падает? Люди же не в состоянии покупать в большом количестве мяса. Они покупают больше курицы. Почему? Курица дешевле, но витаминов там гораздо всего, всего, все, что для вашего организма нужно, меньше. Какие 7 миллиардов? Надо говорить честно нашему населению. И мы не позволим Москве тут лапшу на уши вешать этим придурковатым аналитикам. 7 миллиардов? Это что в основном? Смотрите, это что? Это основная часть. Это газ. Медсаморская АЭС. Это русал, который здесь присутствует. Эти вот эти все руды и так далее. Это вот она есть. Но в большей степени это обход санкций. Поэтому вот недавно Соединенные Штаты сделали предупреждение Турции. Обход санкций, выключим SWIFT. Вот я говорю послу Соединенных Штатов. Данные все на Ной Антопане, если можете услышать. Посмотреть все. Эти цифры мы не с Армении взяли. Русские, даже когда, российские чиновники, даже когда обходят санкции, они даже не потрудились скрыть эту статистику, что в Армении идет. Как из Армении в Россию могут идти мониторы? Компьютерные, техника. Мы что, мониторы производим? Извините, унитаз не производите? И вдруг мы мониторы поставляем. Комплектующие компьютерные, телефоны мы стали. Но окажется, мы стали, это самое, айфоном здесь стали, уже вторым Эйполом в мире стали. Посмотрите на эту российскую статистику, она у меня вся есть. И она взята не с улицы, не с желтой прессы, а с российских статистических организаций. Вот пусть посольство посмотрит. И вот Армении, скажите, будете обходить санкции, вырубим SWIFT. Вот тут это надо делать. Второй блок, это, значит, напоминают. Да, говорят. Сейчас секундочку. Я просто поражаюсь. Каждый раз вот это нас запугивание, не будет Россия, экономика умрет. У России самой экономики нету. Четыре с половиной триллиона дефицита. Триллионами воруют. Раньше начинали воровать с миллионов, потом с миллиардами, теперь триллионами воруют. Он Белогусов заявил, министр обороны России. Шойгу спер, 11 триллионов недостачи. Почти три бюджета дефицита России. Один Шойгу мог бюджет с кармана вытащить. Но там с кармана нет, кораблями надо потом рассчитываться. Какая экономика? В России на 85% экспорт сократился. В Белоруссии 95% экспорта в Российскую Федерацию. Армяне, вы что тут нам эти аналитики? Послушайте, вам платят денежку в спутник Армении? Идите там к вакуете. Вообще эту организацию надо в Армении закрыть. Наша экономика будет процветать тогда, когда мы будем заниматься наукоемкими технологиями, будем развивать науки будущего и будем идти не к сырьевой товарной модели экономики. Малибден, шмалибден туда сюда. Вообще это надо тоже закрыть. К чертовой матери. Пока мы завод не поставим. По производству деталей из малибденов, меди и всего остального. Сырье надо запретить в Армении продавать вообще. Так вот, мы должны уйти. Сегодня ведь Россия, она строит экономику на товарно-серевые модели экономики. Капитализация Эйпела больше, чем вся капитализация Российской Федерации. Я же про Кококолу молчу. Я молчу про Билл Гейтса. Эти три человека просто берут и покупают все СНГ. Просто взяли и купили, положили в карман. Столько денег, да? Почему? Потому что у них нематериальные активы. Они продают миру цифру. Технологии. А у нас 7 миллиардов достижений. Достижения чего? Обхода санкций? Обходим. Будете много на эту тему говорить? Еще возьму. У нас есть откуда эти цифры в России брать. Меня просто это задело сильно. Что мы не можем уйти. Это не полпошлина не может уйти. Владимир, следующее. Да. Тот же аналитик, он говорит. Да, да. Эти три темы обязательно нужно рассмотреть. Он говорит, да, КПП отныне будут дислоцированы на КПП. Лишь служащие армянской СНБ. Помним, да? Не СНБ, а пограничные войска. Ну, он говорит СНБ. Да. Грамотно очень понравится. Но, с другой стороны, он напоминает, что российские пограничники продолжают стоять на границах Армении с Ираном и с Турцией. А зачем нам у Ирана русский пограничник? Я видел дела на этих пограничниках. Все такого маленького роста и все с животами. Сто метров не пробегут. Вон, приехали с Копыркина. Все одного роста. А Иран не спрашивает, Рася? Вот скоро сейчас будет встреча Путина с Пазишкяном. А что вы охраняете Армению от нас? Ну, оно не может задавать Путину такие вопросы. Потому что Путин спокойно отвечает, что это граница не ваша и не вы нас просили. Это был бы бестактный вопрос. Армия ни почему не спрашивает. Почему вроде бы с Ираном у нас прекрасные отношения. Почему вы охраняете нас от Ирана? Что значит Армении спрашивает? Путин, зачем вы нас от Ирана охраняете? Пусть не охраняют. Скажи, убирайся, уберутся. Почему не говорят? А, вы не понимаете, что они с ног до головы Кремль? Нет, не понимаю. С ног до головы Кремль. Нормальный человек поедет в СНГ на саммит? В этой мировой ситуации? Нормальный человек в СНГ поедет? Нормальный человек будет, говорит, я буду принимать участие в заседании БРИКС. Тебе Европейский Союз готовит безвиз, а ты едешь в БРИКС. БРИКС и безвиз никак не сочетаются. Не получается. Можно потом в рифму. Нет, ну нормальный политик будет метаться между БРИКСом и АЭСом и безвизом? Да не будет, я вообще говорю, я призываю все посольства обратить внимание, глав своих государств, остановить процесс безвиза с Арменией. И поставить Армению условия. Либо ты выходишь с ЕАЭС и СНГ, тогда мы с тобой двигаемся. Будешь находиться в СНГ, в ЕАЭСе, никакой тебе безвиз, никакой тебе не в Европейский Союз. Будешь гнить в глобальном юге. Надо заканчивать вот эти... Это, понимаете, у Николы Пашняна чистая школа Сержа Саркисяна. Они до сих пор остались в 20 веке. Комплементарная политика. И реверансами туда. И вашим, и нашим. Владимир, почему КПП, служащие армянской пограничники будут стоять, то есть проверять будут, а российские пограничники охраняют границы Армении с Ираном? Что нового? Что Пашинян, чего он добился? Все обсуждали, говорили, да, молодец Пашинян. Друг говорит, нет, это ты не молодец Пашинян, это Запад его заставил. Третьи говорят, нет, это планы Путина. Послушайте, вот это такая игра этих актеров, дядя Вовы, дядя Николу, кстати, который стал не Ваваевичем, а Владимировичем уже. Встреча Путин Пашиняну сказал, приветствую вас, Никол Владимирович. Я хочу сказать, что нормальный глава государства поправил бы. Сказал бы, что я Ваваевич, папа Стурту, а никак не Владимирович. Владимир Владимирович. Вот. Я вообще, Никол, тебе запрещаю, в Москву ездить больше. Едешь, позоришься, нас позоришь. Так вот. Охрана нашей границы. Вот это спектакль. Смотрите, Москва. Ведь что они делают? Смотрите, там была куча моментов, смотрите, с Алиевым не связывал ни один скандал. Ни один скандал. Все скандалы в Бриксе, тьфу, не в Бриксе, в этом, я и Е7, СНГ, всегда связаны либо с нашим министром иностранных дел, где его Лавров постоянно троллит разными вопросами. То он, например, говорит, а вы что своим послом не управляете, что ли? Что он у вас свободный? Вот так, да? Вот, сидит Арат Мизаин, прижался в кресло. Сейчас ему про этих, как этих называть, которые там, собак. Это вообще кино. Да. Вот, смотрите, вот с Алиевым, с министром иностранных дел Азербайджана, Лавров себе такие вещи не позволяет. Просто что хотел Лавров показать Арат Мизаин? Мне с тобой говорить не о чем. Я могу с тобой говорить про этих вот только, которые кошек там одеваются, собак одеваются. И обсуждать эти вопросы, да? А у вас они есть? Как квадрохертеры, хептеры, как там, я вообще, я знаю, что это какое-то такое движение есть. Но обсуждать, сидеть... Да, но мы узнали, что в России оно очень такое распространенное. Но сидеть в айфоне, который так ненависен, американский айфон, хочу напомнить господину Лаврову, все американское у тебя в руке, выбрось, или дал бы нашему министру, чтобы он сломал его. И он обсуждает вот такие какие-то... Если бы мы бы сказали, как у вас в Армении, как народ живет, господин Герзоян, нас это беспокоит. Ну, типа, хотя бы такая бы утечка была. А он утечку делает, все тихаря, типа, снимают случайно. На таких мероприятиях случайно не бывает. На таких заседаниях, встречах делают все специально. Тем более, чтобы слышно было. Да, ну так, типа, плохо, потому что случайно так получились. Вот. И говорит про собак больше сарратами нечего. История с этими фотографиями тоже интересна. Вот. История с фотографиями. Я вот Николу Пашнян говорю, Николу, я тебе запрещаю туда ехать. В Москву. Не езжать туда. Вы каждый раз, когда сарратами и мерзаянами едете, каждый раз кино. Мы все берем попкорн, кока-колу. И главное, сейчас кино будет. И это кино всегда происходит. Но, правда, всегда один сценарий. И почему-то наших унижают. Наши еще разу не было, чтобы взяли по башке кому-нибудь в России и дали. И сказали, вы что тут провокацией занимаетесь? Во-первых, я говорю, бездарнейшая команда Никол Пашнян. Бездарнейшая. Более, я вот лицо говорю, Никол Пашнян, что у тебя команды нет. Как можно было допустить протоколу, вас снимает РИА Новости? Приходит протокол, помощник, советник Никол Пашнян говорит, послушайте, вы фото делаете. Какое фото выставлять вы будете? Что такое РИА Новости? Это федеральное информационное агентство. Российское информационное агентство. Федеральное, это государственное. Это не частная лавочка. Это государственная пресса. Что делает советник, помощник? Изначально протокол ставит в известность. Фотографии, которые вы ставите, мы должны их согласовать с вами. Что получилось? Взяли, нашли момент, возможно, Никол Пашнян голову просто опустил в этот момент. Ну там, на пол посмотрел. Ему просто может быть неинтересно смотреть лицо Алиеву. Противно, тошнит. На обувь посмотрел. Русские издали, чик, и получилось, что стоит сверху хозяин, и снизу стоит раб. Они же это хотели показать. Типа стоит подчиненный. Это же была специальная операция РИА Новости. Поэтому все, что связано с РИА Новости, в Армении надо уничтожить, закрыть. Просто под ключ. Пришли, амбарный замок, три тонны поставили и закрыли. Мы должны быть национальным государством со своими ценностями, со своим самолюбием. А потом почему сняли? Я же говорю, уничтожил. Фотографию все-таки сняли. Сняли, потому что... Раскрутили. Я, возможно... Уже поздно снимать. Я говорю, это была запланированная провокация российского государства против премьер-министра Армении. Премьер-министра Армении, я тебе еще раз говорю, не езжай больше туда. Все, после этой провокации. Кто тебе агента нелегала пришлют, кто тебе в таком виде снимут, кто-то делают вид, что ты на азербайджанский флаг болит. Ты пойми, они постоянно тебя унижают. Тебя унижают, это твои проблемы. Может быть, нравится, я не знаю. Может быть, у нас политики стали мазохистами. То, что унижают тебя, твои проблемы глубокие. Но через тебя меня унижают. Армянское государство унижают. Я еще раз говорю, во-первых, я не видел ноту протеста, хотя бы уровень пресс-секретаря, премьер-министра, сказали, это непозволительное оскорбление главу армянского государства, потому что через главу армянского государства всегда бьют тебя. Вот, например, как, когда первый раз Армян Григорян поехал в Москву на встречу с Патрушевым. Знаете, как его обидели? Не его, унизили. Очень простую схему применили. Провели не через служебный вход, а через парад, это темный, вернее, не через парадный, как должны были секретаря Совмезов встретить, а провели через служебный вход и еще через металлоискатель. Просто поставили на место. А его протокол даже не понял, что произошло. Надо было плюнуть в лицо и уйти оттуда. И поехать сразу в аэропорт. Так отстаивается честь и достоинство государства. Теперь вот Никол Пашиняну взяли эту подлянку, устроили такую, извиняюсь за сленг. Это что такое? Почему Министерство иностранных дел не выразило протест? Почему пресс-секретарь, премьер-министр не выразил протест? Вопрос у меня даже не нанекал по Шиняну. К этим, которые вынуждены, должны по своему статусу, как институт, советовать и давать рекомендации премьер-министру. И даже отстаивать, если он что-то пропустил. А задача советников, помощников им грудью стоять. Почему вы не настояли, чтобы РИА Новости и поставили условия аппарату президента и его протокольной службы? Что любые фотографии, которые вы выпускаете, мы цензурируем. Почему это нельзя сделать? Для меня это настолько все просто очевидно, что мне даже стыдно это говорить. Но я хочу сказать, несмотря на то, что РИА Новости в конце сняли эти фотографии, я хочу сказать, это была спланированная провокация, спланированная сведома государства российского, спланированная провокация против Республики Армения. За такие вещи посол России в Армении должен быть вызван на ковер. А что сделали наши тишина? Тишина. Тишда, гладь, говорят. Божья благодать. Да, Божья благодать. Выйдя из ОТГБ, продолжает наш аналитик, и не получив гарантий на то, Армения может стать теневой зоной, где не будет действовать какая-либо система безопасности. Теневой зона Татасакуа. Это бабушка ваша в теневой зоне будет жить. Глупость какая-то. Какая-то... Что, государства, которые находятся не в ОТГБ и не в НАТО, они в теневой зоне? Зачем нам нужно ОТГБ? Вот эти, я говорю, вот эти, типа, люди, биоматериал с армянскими фамилиями, это биоматериал, некачественный. Каждый раз нашему народу вбивают голову, что должны быть ОТГБ, а НАТО вам что-то должно. А вы что сделали для НАТО? Вы в БРИКС идете. В эту тупую бесполезную организацию, где даже нет ни своей национальной валюты, А банк БРИКС говорит, я не... Россия эту идею БРИКСа создала, а ее собственный, этот банк, который они родили, говорит, я не могу с Россией работать из-за венитой санкции. Кому такой БРИКС нужен? Так вот, теперь... Здесь идет предупреждение, не выходите из ОТГБ. А так плевать, мы хотим. Придем и выйдем. Ровно через одну минуту. Заявим, что вы... И никто на нас не нападет. На нас уже нападали в 20-м году. Где бы этот ЛГБТ хотел сказать? Это по фрейту. О! Все, отныне я ОТГБ называю ЛГБТ. Причем созвучно. Значит, клуб любителей теневых денег. Так вот, где этот самый ОТГБ? В 20-м году напали? Вы же знаете, что Горис и Варденис бомбили? Бомбили. Беспилотники ударяли по нашей территории. В 21-м году было нападение на суверенную территорию. В 22-м году Джермук. Опять же, Варденисский район. 23-й год. Депортация армян. Послушайте, ОТГБ, ЕАЭС, это славяно-тюркский союз. Мы не славяне и мы не тюрки. Я не против тюрк, ни в коем случае. У меня с ними тюрок друзья есть в Казахстане, в Кыргызстане, в Узбекистане. Никаких проблем. Я бывал в этих странах во всех. И в Узбекистане у меня родственники живут. Я люблю вообще Узбекистан, очень вкусно. И народ добрый, хороший. Но это славяно-тюркский союз. Это как занозы в пятой точке. Все изболены всегда. Что нам там делать? Эти страны не обладают никакими технологиями и ничем развитым они нет. Что нам делать? Чего нам... Я вам говорю, смотрите, завтра Турецкая республика нападет на Армению. Они сейчас создают Туран. Туран. Они будут... Вот это когда... Вот, смотрите, я хочу сказать этим всем. Какие бы вы там ни были пророссийские, как бы вы там ни любили... Есть такое прекрасное итальянское слово, называется Лизатто. Вот как бы вы там Лизатто не делали, ОДКБ состоит из славянских, тюркских государств. Кто? Лукашенко будет воевать с Азербайджаном? Лукашенко будет воевать с Турцией? Зачем вы пугаете мой народ? Нету никакой угрозы для нас выхода из ОДКБ, не существует. У нас угроза ОДКБ. Все страны ОДКБ помогали в войне против нас, все абсолютно. Заканчивать надо с этой ЛГБТшной организацией. Следующую тему я поднимаю. В Москве же, где были и Алиев, и Пашинян, журналисты подошли и к тому, и к другому. Так, на ногах было вопрос-ответ. Спрашивали о подписании мирного договора. Алиев сказал, спрашивают, когда собираетесь подписать мирный договор, когда все согласуем, когда все согласуем, сказал Алиев. Он сказал Пашиняну, давай, до свидания. Пашинян говорит, уже сейчас можем. Кто Пашиняна слушает? И дальше в другом каком-то интервью они говорят, мы рассчитываем, что Азербайджан подпишет 16 статей до конференции КОП-29, которая состоится в ноябре в Баку. То есть хотят приехать туда униженно, опустить с головы. Но Алиев отвечает, когда все согласен, Алиев говорит, нет. Гарри, ну мы ведь с вами уже обсуждали. Ну это совершенно свежая тема. Ну вы же, смотрите, все новое хорошо. Мы обсуждаем, все предельно ясно. Почему Пашинян говорит, мы рассчитываем, что Азербайджан подпишет 16 договоренных, не знаю, согласованных, как назвать, статей? Расчет Пашиняна неверен. Алиев им сказал, давай, до свидания. Все. Ничего подписывания не будет. Я же вам тогда говорил. И вы сами это знаете, что ничего подписывания не будет. Пашиняна не знает? Пашиняна? Да не знает, что это. Сами себя кого строить не знает. Он любит, наверное, когда над ним улыбаются Алиев. Не знаю, стыдно за премьер-министра. Мы прям КОП. Вам Алиев уже сказал, нет, никакой КОП. Это никаких там 80% полностью. Он говорит, подписывай, никуда ты не денешься, дорогой мой. Или недорогой мой. Вы знаете, вот эти скандалы, все, которые там затевают в СНГ, связанные с Аратом Мирзаяном, обсуждение собачек в виде людей, фотографии, спрашивания. Я еще один момент не исключаю. Поскольку там Песков сказал, что слово «коридор» произнес в очередной раз. В очередной раз «коридор» произнес. Я думаю, что иногда такие скандалы устраивают, чтобы отвлечь внимание общества, перевернуть наш фокус совершенно в другой ракурс. Внимание, да? Да, внимание. Чтобы мы эту тему не обсуждали. Коридоры и что они там, о чем договорились. Чтобы не это бурлило, а вот то. Но наряду с тем, что я говорю, что эти фотографии были специальной провокацией, я не исключаю, что эта провокация договорная. Вот так тоже скажу. Чтобы здесь правительство слишком не радовались моей позиции. Вот так. Подыгрывает армянская сторона, да, вы считаете? И они армянские, армянские. Закончим тему «Турция-Россия». Турция присоединилась к декларации, осуждающей действия России на Украине. Документ призывает международное сообщество усилить поддержку Украины, одобряет украинскую формулу мира, выступает в защиту территориальной целостности страны. Параллельно я другую новость зачитаю. И другая такая новость. Московский суд заочно арестовал российскую актрису, телеведущую Татьяну Лазареву, по обвинению в оправдании терроризма. Лазарева объявлена в международный розыск. Вопрос. Почему Россия своего гражданина объявляет в международный розыск, а лидера Турции считают дружественной страной, в то время как Турция присоединилась и так далее, как выше я зачитала. Этот международный розыск будет касаться только исключительно... Граждан России. Нет, стран международных, к слову я имею в виду, только вот, которые подписали Кишиневское соглашение. Вот эти все недоразвитые страны, включая нас. Поскольку мы до сих пор находимся в союзе с таким недобитком, как Лукашенко. Факт истязаний граждан Белоруссии доказан Европейским Союзом по правам человека, ЕСПЧ, и Соединенными Штатами, чтобы истязание, изнасилование, убийство и так далее. Это доказанные факты мировому сообществу. Доказанные факты помощи Белоруссии в войне против нас. Нам, там делать нечего. И вот эти страны будут реализовывать вот эти оперативно-розыскные мероприятия. И будут ловить. И включая нашу страну, к сожалению, пока они у власти. Как только это будет, мы выйдем с этого соглашения. Эту тему я подниму. Так вот, согласен. Но тут еще я подскажу российскому государству, кого еще нужно им арестовать. Сейчас скажу, кого. Недавно лидер нациалистической партии Турции Давляд Бахчали предоставил карту. Это в 21-м году было. Вот сейчас. Сейчас прямо? Предоставил карту Эрдогану, куда входят в том числе российские регионы. Например, а именно, да, я вот выписал. Крым. Кубань. Татарстан. Кавказ. Сибирь. Якутия, Алтай. Да, я помню это. Возмуждайте. Во-первых, Турция присоединилась ко всем декларациям, как вы сейчас зачитали, против России. Духу не хватает у Владимира Владимировича объявить в международный розыск Эрдогана. У них хватает силы. Это все для внутреннего потребления. Они запугивают свой собственный народ. Николашко Первый тоже пытался революционерам закрыть рот. В результате пришли большевики. Потом большевики пытались закрыть рот людям, которые любили свободу, честь, отстаивали честь, достоинство человека, и чтобы человек жил с открытым забралом, с открытым лицом. Коммунисты, ГГБ и так далее, Пятое управление, тоже мочили, садили, убивали, пытали этих людей. В результате Советский Союз развалился. Смотрите, Путин историю не учит. Николай развалился, Советский Союз развалился. Сейчас современное российское правительство идет тем же путем. Значит, это может произойти. И то же самое может произойти сейчас и с ними. Поэтому вот Эрдоган, а, кстати, и вот, ведь все эти подписи, заявления Эрдогана, это же большой привет Владимир Владимировичу. За его выдающийся вклад организации сопутствования войны Азербайджана с Турцией против Армении. Пусть теперь вот, что посеял, то и пождет. Я тоже говорю, потому что у него команда состоит из топоголовых советников и помощников. Вы вспомнили вот эту карту, которую предоставил глава турецкой партии национального движения? Но последняя новость тоже такая. Организация тюркских государств, ТГ, приступила к созданию единой карты тюркского мира, в которой входят регионы Российской Федерации. И аналитики считают, что создание единой цифровой карты тюркского мира, это еще один шаг в деле превращения организации тюркских государств в военно-политический блок. Только мы можем спасти сегодня две страны, которые находятся под угрозой. Русских мы должны спасти, русских и русское государство. Мы, армяне, должны спасти от некоторых русских, таких как Аверчук и другие, которые топят за этот туран. Каждый нам, откройте, Нахчевань, откройте. Ну, откройте, пожалуйста, товарищ армия. Хрем тебе, а не Нахчеваньское соединение. Значит, вот мы русский народ и настоящее русское правительство, которое, может быть, когда мы сформируются, мы спасем. Не и Кремль, мы. Каким образом? Не открывая. Да, и еще одно государство. Но они, может быть, хотят войти в организацию тюркских, вот в этот туран? А это, знаете, песни про них. Ни кочегары мы, ни плотники. Ни плотники. Да. Так вот, не знаю, кто они. Короче, но это, смотрите, Кремль и русский народ, это разные вещи. Кремль хочет войти в туран, а русский человек не хочет. Русский мир входит в тюркский мир. Нету русского мира, где там уже африканцы воюют. Какой русский мир? За русский мир. Теперь они новый этот придумали. А все, кто считает себя русским, русский. То есть, приехал там этот с Папуасии, был бывший людоед, стал теперь русским миром. Это можно так чего угодно оправдать, понимаете? Можно и корову взять, назвать русским миром. Это же идиотизм. То, что они творят, это безумие. Так вот, еще раз хочу сказать. Русский мир спасется, если мы не откроем Нахачевань. И мы спасаем не только их, мы спасаем Таджикистан еще. Таджикистан при создании турана будет поглощен. Все замыслы и операции по Таджикистану, я уже вам говорил, мы знаем. И, к сожалению, сейчас эта информация все больше и больше у нас подтверждается. И закрыв, смотрите, вот то, что вы сейчас сказали, то, что они сейчас будут делать, да? Единое пространство в Тюрске. И вот это цифровая карта Тюркского мира. Да, я знаю. ОТГ там или как там она называется? Организация Тюркская государственная. Значит, смотрите, сейчас, да, при том, что тут важный момент. Если мы Нахачевань не открываем, это надо понять, проект Туран вздыхает просто на корню. Без соединения Азербайджана с Нахачеванем проекта Туран быть не может. Поэтому, когда Никол Пашинян, Арарат Мирзаян, Рубены Рубиняны, Алена Симоньян, эти люди, которые никогда в жизни не были в политике, вообще они не знают, что такое государство, что такое мировая большая политика, где какой винтик невидимый закрыт. Говорят, мы готовы открыть дорогу, но на тех же условиях, что Иран, не важно, под чьим контролем мы соединяем Турцию с Азербайджаном, не важно. Важно это не допустить. Я хочу сказать всему армянскому народу. Открыв даже под нашим суверенитетом эту дорогу, Армения в течение 3-5 лет исчезает. Просто говорю. Поэтому, не открыв Нахачевань, мы спасаем будущее российское государство, мы спасаем Украину, мы спасаем, самое главное для нас, в том числе, и Иран, и Таджикистан. И вообще, много кого мы этой, ликвидации этого проекта спасаем. Это реально, я говорю, это многие могут сидеть, посмеяться и так далее. Армяне любят, говорят, арифтуранинг там, да, торговать будем. Вот это торгашское мышление, они как вот, надеюсь, скоро вышибем. Или кувалды, или чем-нибудь. Поэтому, Турция, да, вы знаете, что еще они уже будут делать? Скоро всю продукцию, которую будут выпускать все эти страны, входящие, так называемые, Туран, у них будет стоять лейбл Made in Turan. Не Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Турция, а Made in Turan. Как вам? Я вам говорю, самые опасные регионы в России, там ведь тоже, смотрите, по нашей информации, Турция сейчас будет наращивать в России студенческие различные проекты для стран, вот этих республик российских, которые я перечислил. В первую очередь Татарстан, в первую очередь. И молодежь там, молодежь там, уже достаточно, знаете, на юге Дагестана, уже, по нашей информации, существенно замечена активность серых волков, а это подразделение военной разведки Турции, то есть, там идет активная вербовка на юге Дагестана. Когда россиянам говоришь что-нибудь, они говорят, а американцы не помогают, а что, у нас своя разведка. Крокус им сказали Вилает Хоросан, а сейчас они говорят, через спустя полгода, мы даже в первый день это сказали. Сейчас они говорят, да, Вилает Хоросан, но под управлением украинских спецслужб. Это же, надо такое придумать. Поэтому я хочу сказать, да, вы правы, опасность в отношении Турции есть, Россия ее не чувствует, более того, ее агентура влияния подталкивает Россию к этому проекту и к развалу и уничтожению российского государства. Проблемы российского государства внутри российского чиновничьего аппарата. Последняя тема, мы просто не успеем больше, к сожалению. Тревожный звоночек такой. Армения может передать в Минск гражданина Белоруссии, 36-летнего Владимира Баландина. Баландина, который был задержан на КПП в Баграта Шене, находится в тюрьме уже 7 месяцев. Его адвокат, Ани Чатынян, утверждает, что Баландин привлечен к ответственности за участие в протестах 2020 года против президента Белоруссии. Его обвиняют в растрате. Теперь смотрите, какой момент есть. Это, наверное, та тема, которую вы подняли. Тоталитаризм и диктатура скатывается в Армении. Я так думаю, что вы это имели в виду, что если Армения соглашается передавать в Минск. Передаст или нет, неясно. Потому что, по данным Ивана Азовского, у офиса Хельсинской гражданской ассамблеи, этим вопросом занимается служба миграции гражданства МВД РА, которая проводит параллельное разбирательство о предоставлении убежища. Есть информация, что адвокат говорит, что экстрадиция может быть отменена, если служба предоставит убежище. И там еще, по-моему, да, минимум двух граждан Беларуси, еще как минимум два гражданина, я думаю, мужчины, не знаю, двух граждан Беларуси вопрос есть. Однако армянская сторона пока не удовлетворила. Разыскиваемые белорусы получили статус беженца в Армении. Да, такие факты тоже есть, которые получили. Но как сейчас действуют, например, Белоруссия и Россия, да? Они понимают, что ставить Армению в сложное положение там о выдаче их граждан по политическим мотивам, ставить Армению под удар. Я уверен, как они договорились, о какой схеме. Я уверен, что они с нашими договорились. Если нет, пусть генеральная прокуратура это опровергнет. Они договорились так. Ребята, ну когда вы делаете политически мотивированные уголовные дела, нам сложно выдавать, мы не можем. Ну давай, а что делать? Ну давайте, напишите, там украл деньги, ограбил банк, изнасиловал девушку, бабушку, дедушку, не говоря кого. Вот по таким уголовным делам будем передавать. И нам тут скажут, а что нам разбираться? Уголовные дела, уголовные дела. Там растрата какая-то, обвиняют в растрате. А он мебельщик. Я связывался, на своей фирме растрата быть не может. Все остальное, смотрите, там, в этих странах, в арбитражных судах, в следственных органах, подтасовываются все документы. Владимир, сам факт. Я же говорю, там, вот придут, просто следователи скажут, послушай, надо на него растрату сделать. Давай, вот следователь, следователь пишет, с фонаря берет, все пишет. Сфабрикует вам, синие печати поставит, ксерокопии подложит и так далее. И все это в судах принимается. Значит, я хочу сказать, что это новая схема, которую они придумали. Возбуждать на политических активистов уголовные дела, не связанные с политической деятельностью, приводит к тому, что Армении руки развязываются. Но я хочу предупредить Армению, мы уже, кстати, направили несколько писем в определенные международные структуры с просьбой взять под контроль правоохранительную деятельность в Армении. Еще раз я хочу лично обратиться к Ане Вардопетян. Это прокурор Армении. Да, к генералу прокурор Армении. Анна, вот я к вам обращаюсь, как человек, который прошел не одну войну и имею заслуги перед моим государством. Я вам хочу отметить, что Лукашенко является непосредственно Лукашенко, его деятельность является враждебной в отношении Республики Армения. Лукашенко лично признавался о подготовке и обсуждении планов войны в 2020 году, против Арцаха, против армян. Поставки оружия, боеприпасов, которые являются летальными. То есть, на руках Лукашенко кровь армянского солдата и армянского мирного населения, потому что его оружие стреляло. Стреляло по нам. Я призываю выйти из Кишиневских соглашений, заявить всему миру, что Армения не будет принимать никаких политически ангажированных уголовных дел, выходить из этого процесса. В противном случае, в будущем, перед армянской историей и мировым сообществом придется ответить всем. И никаких не будет снисхождений никому. Я вам говорю, идя на поводу у белорусского неправосудия, вы не уважаете кровь армянского солдата. Любые юридические отношения с Лукашенко и его правительством должны быть остановлены, заморожены. Еще раз хочу сказать, я проверял информацию, человек реально принимал активное участие в митингах против Белоруссии. Факты зверства правительства Лукашенко в отношении мирных граждан Белоруссии зафиксированы различными международными структурами. И есть тысячи, десятки тысяч свидетельских показаний. У кого на поводу вы идете? Владимир, если можно, очень коротко еще одну тему, я не могу ее пропустить. Алиев говорил о великолепной войне. А это очень важная тема. И да, дальше продолжайте вы. Все, я продолжу. Потому что времени мало, пока я сформулирую вопрос, вы уже понимаете, о чем я. Алиев объявил, смотрите, вот что. Алиев объявил о том, что там 448 тысяч человек он там предоставил. 480 тысяч. В общем, какую-то цифру. По-моему, 448 тысяч. Произвели столько Катюш, столько там машин, столько танков, столько раненых было. Я сейчас скажу, к чему иду. 130 героев. Во-первых, 130 героев нет в Азербайджане. Это раз. Было 103. Из них 101. Или 100 там, я сейчас точно не помню цифру. Это армяне. 93 это из Нагорного Карабаха только. Теперь он говорит, мы дали столько-то там человек в Великую Отечественную войну. Я вам сейчас реально привожу цифры. Реальные цифры. И странно, что Владимир Владимирович опять на это плюет. И он плюет на армян в том числе. Он знает заслуги армян, которые жили в то время на территории Азербайджана. Азербайджанская СССР. Но они не являются азербайджанцами. Они могут быть гражданами. Да, но он говорит азербайджанцы. Вот о чем речь. И вот Путин опять закрывает на это глаза. Опять неблагодарность со стороны Кремля. Так вот. Я смотрел статистику, она очень интересная. Я вкратце быстро скажу. Даже буду немножко быстро говорить. Есть статистика с 1926 года, по-моему, по 1939 год. Там численность армян до 1939 была. Примерно 220 тысяч человек. Русских там около 300. А уже с 1939 года статистики 39, 40, 41, 42 и до 45 нету. Сразу 39, 79. Но начиная с 1939 года численность армян указывается 388 тысяч. У русских 400 там 20 с чем-то тысяч. И там дальше остальные. Население Азербайджана всего 2 миллиона 200 тысяч. То есть русских и армян в совокупности почти миллион человек. 900 тысяч. Остальные там украинцы и так далее. В Баку на то время не было азербайджанцев. Там их было процентов 20. Это были армяне, грузины, русские, белорусы, евреи и так далее. Все предприятия, руководство всех предприятий, это были исключительно эти нации. В особенности русские, армяне, евреи. Нефтеперерабатывающие. Госпиталя. Откуда у азербайджанцев в 20-х годах могли быть хирурги. Столько человек подняли. Я не говорю, что 180 генералов, офицеров, это выход из Нагорного и Карабаха. Армяне, этнические. Я не говорю, только с одного чардахлу сколько маршалов. И в конце один такой юмористический момент приведу. Это вот когда Олег говорит, столько людей саперировали, делали. Я родился в Баку, жил. Я помню, когда я был маленьким, мне делали аппендицит. Врач был азербайджанец, хирург. Зав. Отделение подходит, говорит, слушай, врач Мамедович, папа в панике, он будет делать операцию? Вот надо было тогда 50 рублей дать азербайджанскому хирургу, чтобы он не делал операцию. И другому хирургу, я не знаю, Лизгину, армянину, русскому, еврею. 50 рублей. Тогда 5-й низы снова 50 рублей взяток. Вот давали азербайджанцу, чтобы он не делал операцию. И давали азербайджанцу, не азербайджанцу, чтобы делал. А вы тут рассказываете, такие цифры, самое обидное даже не то, что говорит Али, а то, что говорит, вообще не обидно. Это все Никол Пашинин слушает. И не говорит, ай, дорогой, у тебя был всего один герой Советского Союза, генерал, Ази Асланов. И тот Талыш, говорят, или Лизгинзианц, говорит Талыш. У тебя генерала даже нет. Владимир Пагусян, спасибо огромное. Политический деятель Владимир Пагусян был у нас сегодня в эфире. Беседа Вилагаяна Ракелян. Всех благ.